Всем привет! Сегодня 31 мая. Сегодня последний день весны. Вы знаете, что есть три весенних месяца. Март, апрель, май. И сегодня последний день мая. То есть завтра начнется лето. Завтра будет июнь. Завтра будет 1 июня. И сегодня я хотела поговорить о весне. Вы любите весну? Какое ваше любимое время года и почему? Я очень люблю весну, потому что весной природа просыпается. Мы используем эту метафору просыпаться. Просыпаться это, конечно, метафора. Обычно мы так говорим о человеке. Я просыпаюсь в 9 часов или она всегда просыпается рано в 7 часов утра. Глагол просыпаться. Итак, весной считается, что природа просыпается. В Англии это не очень заметно, потому что в Англии всегда есть зеленая трава в любое время года, в любой сезон. В Англии зеленая трава и весной, и летом, и зимой, и осенью. В России, конечно, это заметнее, потому что в России зимой снег. В России снег начинает таять. Сначала вода, грязь, лужи, а потом начинает расти трава. Начинают появляться почки на деревьях, листочки на деревьях и цветы. Первые весенние цветы – это подснежники. Очень красивые названия. Цветы так называются, потому что они растут под снегом. Подснежники, под снегом. Как только начинает таять снег, появляются эти первые весенние цветы. В этом году весна была необычной. Я думаю, что эта весна, весна 2020 года, войдет в историю. Выражение «войдет в историю» тоже очень интересное и полезное. Это значит, что мы будем помнить долго об этой весне. Это нестандартная ситуация, нестандартная весна, непривычная весна. И потом мы будем рассказывать нашим детям, нашим внукам о весне 2020 года. Почему эта весна необычная? Потому что мы все сидели дома. Больше двух месяцев, начиная с марта, с середины марта, с конца марта, мы сидели дома и не выходили на улицу. Или старались не выходить на улицу из-за карантина, из-за коронавируса. И, как назло, эта весна была очень тёплая и погода была чудесная. Каждый день светило солнце, редко шёл дождь, было тепло и все хотели идти гулять. Погода этой весной была замечательная. Было много солнечных дней, было тепло и даже жарко. Сегодня, например, в Лондоне двадцать три градуса тепла. Почти лето. Завтра будет двадцать пять градусов тепла. Все ходят с коротким рукавом и некоторые даже загорают в купальниках в парке. Кажется, что погода сейчас как в Италии, как будто мы не в Англии, а в Италии, на море. Иногда мы с мужем выходили на прогулку. И я очень люблю фотографировать. Сейчас я вам покажу мои весенние фотографии. Я фотографировала деревья, цветы, кусты и природу. Это первое марта, первый день весны. Вы видите, что деревья уже цветут. В Англии весна начинается рано. Это шестое марта. Мы со студентами ходили на экскурсию. Это мы в Ковентри. Тут вы тоже видите розовые цветы на деревьях. Есть зелёная трава. Трава в Англии зелёная в любое время года. Всегда. В любой сезон. В России трава зелёной травы. Зимой нет. Зимой всё белое. Везде снег. Это шестнадцатое марта. Вы видите, что здесь на деревьях ещё нет листьев, но есть цветы. Красивые белые цветы. Эту фотографию я тоже сделала шестнадцатого марта. Здесь вы видите пальмы, зелёную траву и красные цветы на клумбе. Пальмы – это мои любимые деревья. В России, в Москве нет пальм, поэтому я очень люблю пальмы. Пальмы для меня – это экзотическое дерево. Семнадцатого марта я купила нарциссы. Вот, вы видите, это букет нарциссов. Нарциссы – это тоже весенние цветы. Ещё я фотографировала тюльпаны. Вот, это тюльпаны в парке. Тюльпаны – это тоже весенние цветы. Двадцать первого марта мы тоже ходили в парк, и я фотографировала гвоздики. Вот эти красные цветы называются гвоздики. Я не очень люблю эти цветы, потому что часто гвоздики покупают на кладбище, когда кто-то умер. Ещё часто гвоздики возлагают к памятнику. Например, в День Победы приносят цветы гвоздики и вспоминают о солдатах, которые погибли во время войны. В Италии тоже есть цветы, которые приносят на кладбище. В Италии это хризантемы. В Англии такой цветок, по-моему, мак. В Англии цветок мак тоже ассоциируется с войной, с Первой мировой войной. В России такой цветок гвоздика, и я не очень люблю этот цветок, хотя гвоздики довольно красивые. Какие ещё цветы я видела этой весной? В апреле и в мае. Я видела бордовые цветы, почти чёрные цветы, я видела жёлтые цветы, я видела красные цветы. Сейчас наступила пора роз. В Англии очень красивые розы. И я фотографировала розы. Вы видите розы разных цветов. Есть жёлтые розы, есть розовые розы, есть белые розы, есть красные розы. Традиционный цвет, красный цвет, красные розы. Ещё этой весной у нас на балконе цвёл розмарин. У розмарина фиолетовые цветочки, очень красивые. Он и сейчас чуть-чуть цветёт, но уже почти закончил цвести. Итак, вы любите весну? Вам нравится, когда цветут розы, цветут тюльпаны, нарциссы и другие цветы? Когда в воздухе есть аромат цветов? Когда воздух пахнет розами, жасмином или другими цветами? Вам нравится, когда деревья начинают распускаться, когда на дереве появляются листья? Скажите, что вы думаете о весне? Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова